Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! Да, слышу, что у всех очень жарко, но тем не менее нам не мешает это в объединении наших высших Я и иметь единое направление к свету. Вашему вниманию сегодня Архангел Гавриил ежедневные послания 12 июля 2021 года проявления «Доверяйте процессу» через Шелли Янг. Многим из вас кажется, словно вы чего-то ожидаете, при этом ощущаете разочарование или беспокойство по поводу того, что делаете что-то не так, потому что желаемые проявления еще не сформировались. Мы хотим, чтобы вы поняли следующее. Вы не оказались в тупике и ничего не упускаете. Вы просто еще не закончили сдвиг. И то, что вы создали бы с позиции, где вы есть, вы бы очень быстро переросли. Именно по этой причине часто и происходит, что проявления, кажется, прекращаются во времена глубоких изменений. Мы снова говорим вам. Дом на мосту не возводят. Когда вы полностью закрепитесь в новом, ваши желаемые творения обретут форму. И более того, будут абсолютно устойчивыми, опираясь на прочный фундамент. Именно этого вы и хотите. Доверяйте процессу. Архангел Гавриил. Архангел Гавриил. Ежедневные послания. Как понять, что это тупик или все идет своим чередом? Через Шельянг. Читает Лора. Чаще всего мы от вас слышим обеспокоенность следующего характера. Как понять, я в тупике или все идет своим чередом? Сегодня мы хотели бы помочь вам исследовать. Это сегодня с помощью следующих вопросов. Вы сдались? Не просто сдались, а готовы принять то, что поддерживает поток. Будь то фраза активности или отдыха. Предоставили ли вы себе возможность четко и постоянно ориентироваться с помощью сдачи, веры, потока и доверия или это сделано поверхностно? Отслеживаете ли вы легкие пинки и подталкивания, знаки и синхронистичности, указывающие путь? Доверяете ли вы им или останавливаетесь, засомневавшись? Нужно ли вам расслабиться? Выразив более широкое намерение, практикуете ли вы принятие и или готовность получать? Ваши мечты незавершенные? Они слишком мелкие, а в вашей душе хочется развернуться? Есть ли что-нибудь, что могло бы изменить энергию вашей мечты и сделать ее более полной? Можете ли вы забросить невод шире? Практикуете ли вы благодарность или постоянно находитесь в режиме поиска неисправностей? Перешли ли вы от пребывания исключительно в голове к навигации из сердца? Включаете ли вы себя в свое любящее служение, основное внимание уделяя заботе о себе и центрированию? Освободились ли вы от бессилия и желания быть спасенным, вступив в свои собственные полномочия и творения? Заменили ли вы усилия потоком? Доверяете ли вы своей бытийности и позволяете ли ей указать путь? Признаете ли и утешаете ли активно какие-либо части себя, которые боятся перемен, используя свои любовь и руководство? Вы больше принимаете, чем сопротивляетесь? Ваше любопытство сильнее потребности контролировать? Ваше вера и доверие сильнее страха и сомнений? Активно ли вы просите о помощи и готова ли ее получать, когда она придет? Почитаете ли раскрытия, осознавая каждую ступеньку и желая увидеть, куда они вас приведут? Вы скорее предпочитаете оставаться в известном, чем рискнуть отправиться в неизвестное? Мы понимаем, что вам нравится быть эффективными и эти вопросы должны помочь вам определить все небольшие настройки или корректировки, которые вы можете сами внести. Если вы можете найти, где есть возможности для улучшения, это прекрасно. Не нужно ругать себя. Веди благодаря этой новой мудрости. Теперь вы обрели возможность, возможность исправить курс. Помните, нельзя пинками поднять себя по лестнице просветления. Ну, конечно же, можно любить и прощать себя на этом пути. Если, читая этот список вопросов, вы чувствуете, что имеете все необходимое, что вы не в тупике, а просто у вас идет энергетическая подготовка к вашей личной индивидуальной волне, которая, когда наступит идеально подходящий момент для наибольшего успеха, придет и влечет вас вперед. Ваше следующее грандиозное приключение. Архангел Гавриил Архангел Гавриил Продолжение следует... Продолжение следует...